Как контролировать соматические клетки в молоке? Ты знал, что воспаление в имени ведет к повышению числа соматических клеток в молоке? Это не только затраты на лечение, но и потеря продуктивности животного. Осматривай буренок каждый день. Потеря аппетита, высокая температура, отек в имени, болезненные ощущения придаения, сгустки, желтые примеси и примеси крови в первых струйках молока являются признаками мастита. С этого момента молоко теряет свою ценность, повышается кислотность молока, а содержание жира, казеина и лактозы снижается. Молоко становится менее термоустойчивым, хуже свертывается сычужным ферментом, замедляется развитие полезных молочно-кислых бактерий. Кроме этого, никак не избежать затрат на лечение мастита. Добавьте невозможность сдавать молоко на продажу на время выведения антибиотиков из организма животного, вплоть до риска, что животное придется выбраковать. Имей в виду, затраты на лечение будут расти, а доходы – падать. Мастит нужно предотвращать. Запомни несколько простых правил. Обеспечь коровам комфорт. Соблюдай гигиену в коровнике. Антисанитарные условия способствуют увеличению бактериальной обсемененности и, как следствие, развитию инфекции у коров. Регулярно убирай и проводи дезинфекцию стойла и коровника. Обеспечь чистую и сухую подстилку коровам. Не переполняй секции животными. И помни, острые края ограждающих решеток и гладкая поверхность пола могут стать причиной травм коровы, ее вымени и сосков. Регулярно осматривай коров. Выяви и обработай ушибы, гематомы и раны. Ежедневно проверяй вымя на болезненность, воспаление, покраснение. Изолируй коров с признаками заболевания. Следи, чтобы коровы поедали корм с аппетитом. Обеспечь коровам полноценное кормление, поскольку несбалансированный рацион ведет к снижению продуктивности и падению резистентности. Недостаточное или избыточное содержание в кормах энергии, белка, клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов. Ведет к возникновению кетоза, ацидоза и других расстройств. Соблюдай правила доения. Тщательно мой руки и соски коровы перед дойкой. Соблюдай технологию аппаратной дойки. Дезинфицируй соски до и после доения. Сдаивай первые струйки с каждого соска в отдельные стаканы и проверяй на примеси, цвет и консистенция. Правильно надевай и своевременно отключай доильный аппарат. Следуй инструкции. Следи за доильным оборудованием, чтобы не допустить раздражения в имени. После каждого доения мой и дезинфицируй доильное оборудование. Следи за уровнем вакуума и частотой пульсаций. А также следи за состоянием сосковой резины. Профилактика всегда лучше лечения. Раз в неделю проводи калифорнийский тест на мастит. Раз в месяц сдавай молоко от каждой коровы в лабораторию для определения числа соматических клеток. Вот видишь, у того, кто все делает как надо, и коровы здоровые, и молоко лучшего качества, и доходы больше. Умное молоко начинается с умного фермера.